Самый добрый день, самый добрящий день. Попробую сейчас держать камеру вот так, но я тогда не буду видеть, что вы мне пишете. Потому что я, когда загружаю перископ, люди начинают ругаться, почему вы не держите камеру вот так. Вот так, как я сейчас ее держу. Я ее держу вот так, и получается как будто щелочка. Итак, самый добрый день. Я не знаю, смогу ли я писать, привет, привет, вернее читать. Привет, 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 привет. Я просто хотела сказать, поздравляю всех с наступающим Рождеством. Мне с утра дочка позвонила, говорит, мама с Рождеством. Я говорю, боже, а какое сегодня число, хотелось бы мне знать. Вот не знаю, смогу ли я прочитать. Красивое, спасибо. И вас с Рождеством, и вас с Рождеством. Как настроение, нас заболело вашими маками. Ой, маки сказочные. Я сама, вот если честно, я сама себя не хвалю. Ну, начнем с того, что эти маки я содрала, это не была моя идея. Поэтому хвалить себя здесь уже было бы как бы это. Но я настолько, я вот, я подхожу к этому стулу, я на него смотрю, у меня что-то внутри. Это называется космический оргазм. По-другому никак не скажешь. Коробку Маримека до сих пор не выбросила. Не, наверное, не выброшу. Вот я не знаю, что я с ней буду делать. Еще пока не знаю, что буду делать. У нас сегодня опять лето. У нас сегодня опять очень тепло. Сейчас идет на улочке такой слепой, такой полуслепой дождик. 20 градусов с Рождеством. Мэри Крисмос с Рождеством. Ну, Людочка, спасибо. Какие планы на сегодня? Планы на сегодня? Пойти по магазинам. Мне надо кое-что еще прикупить, потому что у меня большие, 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 как всегда, планы. Ладно. Ладно. Здесь у меня сок. Моя чашечка с кофеечком. Надо еще налить тебе кофеечко. Боже, как я ее люблю. Искала. Мне сказали, что есть Маримековские с маками кейсы на телефон. И я искала. На шестерку нашла, на шесть плюс не нашла. А обклейте коробку маками. Нет, зачем? Там, нет, там Маримековский знак. Привет, Москва. Не знаю, у кого висит, у кого не висит. Не знаю. Объяснит связь. Не знаю. Я стараюсь не, стараюсь далеко от интернета не выходить. Вот видно, какой прошел дождичек. Вот оно все мокренько-мокренько, все мокренько-мокренько такое. И при таком ярком солнце и такой приятный дождичек идет. Просто такой покрапывает. Зонтик. Я зонтики вообще не ношу. Я зонтики никогда не носила, не ношу, не буду носить. Для меня зонтики, это... Я когда-то пыталась в юности носить зонтики, я постоянно где-то забывала. Нет, для меня зонтики нет. Я промокну, мне хорошо. Привет из Молдавии. Привет, Молдавия. Привет Киеву. Я просто хотела поздравить с Рождеством. Опять же, в Гонецку привет. Опять же. У меня, вот как, видно, не видно, как у меня отросли волосы. И я не знаю, может мне все-таки уже подстричься, не подстричься, или пусть уже растут. Дело в том, что они у меня вот так вот вьются. Я только что с душа вышла, я их посушила, и вот такие они у меня все вьющиеся. А в юности были вообще, я была как Анжела Дэвис. У меня как, у меня вились, каждая волосиночка велась. Так что не знаю. Пусть растут косы, будем бантики заплетать. Неплохо видно. Ладно, пока свои волосы не трогаю, пока хожу. А там будь что будет. Вы застелили постель. Покажите, пожалуйста, эту красоту. Застелила. У меня в это есть видео. У меня пока кровать заправлена, длинные волосы женственные. А я хочу сказать, очень много красивых актрис особенно. И если правильные черты лица, вы толстые в этом платье, да? Толстые? Может быть. Может быть. Кстати, мне очень нравятся короткие стрижки. Дело в том, что это настолько удобно. Утром встал, обмылся, душик принял. Раз-раз руками вот так зачесал. Все высохло. Не надо тебе ни... А длинные волосы, они, конечно, заставляют. Они заставляют за ними заботиться. Не то, что заботиться. Я и так-то заботюсь. Очень просто заботюсь. У меня только шампунь и только кондиционер. Я никаких масок, ничего не делаю для волос. Я к этому спокойно отношусь. Но длинные волосы, вот они начинают, вот тут вот начинают проседать, потому что они длинные. Когда они короткие, они стоят. Когда длинные, они начинают падать. Так, что еще? Что там еще написано? А здравствуйте, моя хорошая. Здравствуй, моя хорошая. С Рождеством. Мы за длинные. Я знаю, что мне идут длинные волосы. У меня же были длинные волосы. Я всю жизнь на сфила длинные волосы. Отличное в этом платье. Спасибо. Кто-то говорит толстая, кто-то... Девочка должна быть с косичками. Точно. Девочка должна быть с косичками. Я... Животик... А куда от него денешься? А куда от него никуда не денешься? Это детки мои там выросли в этом животике. Что бы я ни делала. Даже когда худею на 20 килограмм, все равно у меня животик остается. Я хотела делать липосакцию. А зачем? Красоту ничем не испортишь. Ну и пусть тебе будет немножко. Это должно же хоть что-то плохое быть у меня в конце концов. Хоть что-то некрасивое. Отличная фигура. Спасибо. Привет. Мурманскую привет. Мурманскую посылаю. Рост метр... Хоть чуть не сказать метр двадцать. Чего это у меня метр двадцать? У меня рост метр восемьдесят. У моего сына рост два метра семь сантиметров. У моего внука, которому 19 лет, два метра два сантиметра. Так что... Дочка у меня точно такого же роста, как и я. То есть мы такие... Мы великаны. У меня мама была высокая, а папа был маленький такой. Я вот не могу читать, потому что боком, боком раком читать. Вы похожи на маму Ким Кардашьян. Привет. Курску привет. Когда с Портновым видео снимете? Хороший вопрос. Портнов в Калифорнии. А я во Флориде. Это мне лететь до Портнова шесть часов. У нас есть видео с Портновым. Кстати, Портнову громадный привет, если он смотрит. Я его просто... Для меня Портнов человек вообще, человек дела, человек совести, человек ума, человек чести. Просто вот я не знаю, я к нему, я не знаю. Блин, что-то не так сказать. Я бы в него влюбилась, если бы честно. Вот так. Потому что ну такой вот... Вот в мужчине есть все. Плюс к этому он еще и высокий. Плюс к этому он еще и красивый. Ну то, что луны, вообще молчу и все это прочее. Поэтому таких мужчин, к сожалению, очень мало. Разверните айфон. Я его ученик передам дяде... Дядя Миша громадный... Для тебя, дядя Миша. Для меня-то он Михаил, красавчик. Огурцовый шампунь. Не надо же у плиты коврик силикон на полу. Это просто коврик, я купила его в этом... Нет, это просто маленький коврик. Стоит копейки, я купила его когда-то. Где? В Икея. Айки, айки, айки. Посоветуйте хороший фильм, пожалуйста. Я скучал по вам. Огурцовый шампунь. Не надо мне шампунь, мне другой. Вы танго, танцуете, вам пойдет. Нет, не танцую, к сожалению. У меня партнера для меня нет. Ну что, я высоченная. Как ваша ляля. Какая у вас погода. Погода просто так и шепчет. Как я уже много раз говорила. Займи, ну выпей. Кино, конечно. Кино, такое кино. Но я когда показываю... Я просто показываю, как я живу. И вот начинается. Почему вы не стираете белье перед тем... Я купила новое белье, застелила. И вот прямо меня закидали камнями. Чуть ли я не какая-то там не засранка. А почему у вас на полу... Почему у вас на полу плитка? Ну, я не знаю даже... У меня ответа нет. Почему? А вот почему действительно? Почему на полу плитка? Дело в том, что... Дело в том, что на полу плитка, потому что змеи заползают, да. У нас змей очень много. У нас змей живут прямо вот тут, вот под этим. Вот тут вот они живут. Там у них просто гнезда. Их очень много. Они черного цвета. Но это ужи. Это просто ужи. Проще ухаживать. Красиво ее теперь стало. Почему? У вас крыша. У вас есть парень? Парень? Нет у меня парыня. Плитка на полу, потому что жарко. Очень жаркая сторона. Я постоянно хожу босиком. Дело в том, что тут американцы очень часто они застилают, типа, ковровое покрытие. Я бы терпеть не могу. Там столько пылевки, там столько гадостей. Было здесь то, что заползалось мне. Я был, был. Самолеты летают, да. Примерно в комнате настоящий. Настоящий. Это мне, это мне, говорится, тоже плитка полуслана. Ну, потому что действительно жарко, жаркое место. И если сюда... Ну, во-первых, я терпеть не могу. Вот эти пылесосы. Я когда приехала, я когда только приехала сюда, и у нас в доме, в трех комнатах, везде был постелен вот этот вот, как он называется? Ковровое покрытие. Вот они, мои бриллианты. И вот мой самый главный бриллиант, моя дотенька. Моя любимая. Сейчас солнце сюда не проскакивает, а утром, когда солнце бьет по этим бриллиантам, это все, это все прыгает туда, на стену, вот туда такие... И просто все переливается, переливается, переливается. Вверх тормашками, вверх тормашками. И все-таки, и все-таки я вот это все поснимаю. Вот это я все поснимаю, и я здесь нарисую маки. Меня там уже закидали камнями, уже там всякое разно, что я там сумасшедшая и все прочее. Быть бы вам тем хейтером, такими сумасшедшими, какие вы были бы счастливы. Просто вам, людям, не хватает красок в жизни, поэтому вы плюетесь. Я обращаюсь к тем, кто гадостей говорит. Я скучала. Откуда они у вас? Это наследство богатого папы. Вы такая добрая, вас так интересно слушает. Спасибо. Разучите танго, это ваш танец. С удовольствием разучу, обязательно. Украине, когда разрисуете стену? Скоро. Меня зовут Кунца, а вас, меня зовут Кунца, а вас, меня зовут Кунца, а вас, меня зовут Кунца, а вас. А вас. Как вас зовут? Ваше имя, а вас. А вас. Сибири, привет, вы секси. Спасибо большое. Спасибо громаду. Ну вот и все. Я просто хотела на секундочку включиться, чтобы поздравить с наступающим Рождеством, чтобы, как сказать, не дай себе засохнуть, не дай тебе забыть. Поэтому я каждый день выставляю видео, чтобы меня не забыли, ни в коем случае. Меня забывать нельзя. Нельзя меня забывать. Пожалуйста, не забывайте. Так, что вы купили с Рождеством красный цвет, недостаток секса? Может быть, может быть. Ну, я хочу сказать, что, я хочу сказать, что, ну, когда тебе 20 лет, может, это недостаток, когда тебе даже 30-40, но когда тебе так далеко за 20, как мне, вот, нет, успокойтесь, угомонитесь. Мне, в наше время, нам уже надо внучек, внучек воспитывать. И, как бы, это. Привет, Южно-Сахалинская. Привет, Южно-Сахалинск. Люблю вас, вы молодец. С Рождеством всех помлад. Спасибо большое и вам тоже. Ну и комментарии. Привет, Сахалина. Я не все купила. Где купили такие бриллиантки? Я же говорю, это мне наследство от папы. Я там рассказывала. У меня есть там видео, где я беру деньги. Это когда мне часто спрашивали, где я беру деньги, и я рассказывала, где я беру деньги. В каждой шутке есть доля шутка. Людмила, просто благослови, вижу, как в вашем маке что-то. Обожаю яркие цвета, особенно красные. Сегодня перископ точно чипанулся. Счастья вам. Молдова с вами. Спасибо, Молдова, с Рождеством. Такие мелочи, за какой-то недостаток чего-то, как... Спасибо за поздравление. Почему постоянный смех в разговоре? А потому что я счастливый человек. А почему? Хотите, буду плакать. Ай, как плохо живется. Так мне трудно помогить. Я удивляюсь, почему людям... Я, например, когда я слышу... Я где-то по улице, в магазине, вдруг слышу какой-то смех, женщина или мужчина. Я сразу поворачиваюсь, и мне хочется просто взять и зарядиться от человека, потому что... Ну, только счастливый человек смеется. А, ну, если, допустим, вы несчастный, ну, естественно, ну, несчастный человек, там, ну, случилось что-то в семье, там, не прийди господи, где-то что-то случилось, может, парень кого-то бросил. Какие-то будут смеяться? Но когда человек смеется, это же какое счастье, когда человек, когда рядом с вами люди смеются. Нет, почему вы так часто смеете? Я не знаю почему, пока чину. Смотрите, сколько желающих с вами поговорить, а вы на минуточку не уходите. Смех продлевает жизнь точно. Как будет по-украинскому с Рождеством? Вот, если честно, ваш отец Ротвеллер. Ага, Ротвеллер. Ой, кино и немцы, слушайте. Вы очень крутая. Любовь или деньги. Ну, начнем с того, что ни без любви, ни без денег не прожить. Не знаю, я не представляю себе. Ну, конечно, если выбирать, конечно, я выберу с Риздвум. Конечно, я выберу любовь. Конечно. Я всю жизнь прожила без денег. Я до 20-ти, до 30-ти лет я была, я была, а что, 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 батарейка садится. Я до 30-ти лет почти была, считала каждую копейку и, ну, считала, не считала, но считала. То есть деньги сильно считала. А потом уже в лихие 90-е, конечно, как бабахнулась. Поэтому я без денег могу прожить абсолютно. Я могу прожить в самых-самых-самых экстремальных условиях. Если надо будет, я могу жить в палатке. Я страдать не буду. То есть у меня нет там бзыков каких-то в голове, чтобы вот было все богатое, красивое. Почему в гости теперь не ходите? Хожу каждый день, хожу в гости. Просто не все люди любят сниматься. Мне 22, люблю вас смотреть, очень молодых брогеров. И тут 31. Смейтесь, вам идиоты, люди от вас заряжаются. Люди, я вас люблю. Спасибо, самое лучшее. Спасибо. Как будете праздновать? Ну, с детьми, конечно. Конечно. В каком городе? Орландо, Флорида. Сколько времени у нас? Вон у нас часы висят. Вон у нас часы висят. Половина второго. Сейчас батарейка сядет. Сейчас сидит батарейка. Опять скажу, что вы смеетесь? Я не знаю. Ну, давайте будем плакать вместе. Давайте. Кругом, где откроешь интернет, там везде такие... Ну, не везде многие. У меня сегодня парень... У меня там появился приятный такой человек, Паша из Севастополя. Он мне такие комментарии пишет. Я просто... Паша, еще раз спасибо, если ты меня смотришь. Вот Сергей Весновей пишет комментарии, которые... Вот я просто завидую людям, кто умеет составить вот так предложение, вот так выразить свою мысль красиво. И так вот просто вот развить и выразить. Я так не умею, если честно. Такие мысли может еще так же красиво излагать свои мысли Адель Ревьер. Извините за вопрос. У вас есть муж? У меня был муж. Он живет недалеко рядом, вот за стенкой живет. Мы с ним прожили 10 лет. Вы просто замечательные. Спасибо. У меня день рождения в Рождестве. Поздравляю с днем рождения. Желаю счастья, здоровья, океаны любви и всего прочего. Давайте плакать хором. Знаете, блогершу. Нет, не знаю. Не знаю. Я никого не смотрю. Я когда-то пыталась... Муж объелся груш. Точно. Я когда-то пыталась смотреть некоторых американских блогеров. Ну, просто хочется повеситься сразу, честно. Есть... Нет, я Олю Брукман смотрю. Есть некоторые, я смотрю. Но есть такие... Есть какая-то пенота. Там вообще непонятно. Бухслов все это мне показал. Когда-то я говорю, боже, какой ужас. Ну, есть какие-то серые, какие-то вот несчастные. Какие-то вот... Какие-то вот... Или просто едет, говорит, так, встала, умылась, там, траля-ля. Я не могу. Я не выношу такие. Я не выношу такие голоса без энергетики. Мне становится сразу плохо. Вы же Алену. Алена... Не, ну, Алена, она находится в России. Алену я просто люблю. Алена просто уникальная. Алена Робина Худина. Эта девочка вообще, во-первых, она такая молоденькая. Ну, опять-таки, чувство юмора, она либо есть, либо нет. Она, видно, с таким... С ним родилась. Она, во-первых... Ну, за Алену могу очень долго говорить. Алену смотрю. А Самвела смотрю. А большую... Самая большая. Я люблю тоже Алену. Алену, наверное, любят... Нельзя не любить Алену. Во-первых, очень красивая, приятная девочка. Выражительная. Харизма, конечно, невероятная. Ладно, все. А то я это стою. Тут стою, всех нахваливаюсь, кого-то там не нахваливаю. Я не ругалась. Нет, на блогеров я не ругалась. Просто я... Наверняка я пыталась смотреть каждого блогера, кто здесь в Америке, но мне просто по энергетике не подходит. Есть люди, у которых голоса меня... У меня самое главное для меня — это голос. Когда я в мужа своего влюбилась, бывшего моего мужа, я влюбилась прежде всего в его голос. Для меня голос — это самое главное в человеке. И есть такие писклявые голоса, есть такие вот нудные, такие монотонные. Ну, это мое, это я не потому что... Я не говорю, что они плохие. На каждый товар есть покупатель. Кому-то такие люди нравятся. Но я не могу, я не выношу. Тоже так же у меня намечались какие-то подружки, и вот они медленно говорят, так тихонечко. Я говорю, ну говори громче, ты что, не завтракала, что ли? Я не могу, мне становится плохо, мне дышать нечем, когда люди вот такие вот сильно-сильно такие вот замедленные, такие замедленные. Все, ваш голос супер, спасибо большое. А я, кстати, когда первый раз услышала свой голос на видео, я плевалась. Боже, какой ужас. Как из этого? Все. Не подстригай, Людмила, так классно, с кудряшкой. Вы познакомились с Дугласом. У меня есть видео, как я попала в Америку. Там все, как мы познакомились. Мы познакомились через интернет, слава богу, прожили 10 лет, можно сказать, в любви и счастье. Я до сих пор немножечко за ним, конечно, скучаю. Вот у меня бывают такие моменты, за тем, каким он был раньше. У меня такие моменты, что вот прям немножко мне, конечно, его все-таки еще чуточку не хватает, как бы там ни было. Почему расстались? Это я все уже рассказывала. Это не в перископе разговаривать сейчас. Тем более, что мне пора бежать. Все, поздравляю с наступающими праздниками. Танго. В джазе только девушки. Пошла учиться танцевать танго. Нужен партнер высылки. Все. С Рождеством, с праздниками. Все. Всех люблю, целую, будьте счастливы. Честное слово, все, что желаю себе, я себе желаю самого крепкого, вообще самого крепчайшего здоровья. Я желаю себе счастья, я желаю себе удачи везде и во всем. Я желаю себе, конечно, океаны любви, хотя бы море. Ладно, уже в моем возрасте хотя бы. Хотя бы в озеро. Ну будет, будет, не будет. У меня любовь, моя любовь сейчас, это моя внучка. Я когда ее беру на руки, поставьте мне ряд самых красивых мужчин в мире, никого не люблю. Потому что внучка это все. Кто бабушки, те знают. Кто мамки, те знают. Все. Никак не отцеплюсь. Люблю вас, я вас тоже люблю. Все. У меня телефон говорит, что уже все, что он выключается. Он говорит всем до свидания.